Привет, народ! Сегодня будет весьма простенькое видео, многого от него не ожидайте. Дело в том, что многие просили меня рассказать про настройку простых дешевых роутеров и установку прошивки OpenWRT на них. OpenWRT, OpenWRT, давайте говорить OpenWRT. Ну, у меня в распоряжении были только роутеры MicroTik, они весьма такие, ну не профессиональные, они такие полупрофессиональные, кто-то считает их профессиональными. В общем, дорогие и не для простых пользователей. Для рядового пользователя они очень сложные в настройке. Но мне вот в руки попал такой вот роутер от компании KUDI. Насколько я знаю, компания KUDI основал бывший вице-президент компании TP-Link и туда же перекочевало много сотрудников из TP-Link. Так что вроде даже не совсем какой-то ноуны. Давайте же откроем его и посмотрим. Итак, анбоксинг. Я прям как настоящий взрослый видеоблогер. Что мы здесь видим? Написано большими буквами AX3000. Здесь написано большими буквами AX3000, Gigabit Wi-Fi 6 роутер. И здесь маленькими буковками написана модель WR3000. Да, на самом деле модель WR3000. Хотя здесь большими буквами написано везде AX3000, AX3000. Меня это очень смутило в первый момент. Я не мог найти никакой информации по этому роутеру, потому что я искал не ту модель. Что есть еще написано? Ну, Wi-Fi 6. Есть технологии MU, MIMO и OFF-DEMO, которые нам помогут, если в сети много пользователей. И прочие современные фишечки. Порты гигабитные. Ладно, не буду медлить, будем открывать. Вообще, конечно, роутер был в пленочке, но я ее уже содрал. Итак, что у нас здесь? Да все достаточно стандартно и минималистично. Тут WAN-порт, куда подключается кабель от провайдера. И три WAN-порта для ваших устройств. Три порта это совсем немного. Бывало, что мне и восьми не хватало, но камон! Сейчас почти все подключается по Wi-Fi. А если все-таки нужно много портов, то всегда можно поставить дешевый свитч. У меня, например, к компьютерному столу идет один кабель, а дальше стоит свитч, от которого уже подключен компьютер, домашний сервер и свитч. В смысле, не свитч через свитч, а Nintendo Switch через свитч. Все-таки странные названия у Nintendo. Что ж, давайте как раз здесь этот роутер и подключим. Ну нахер. Так, расправим ему крылья. Подключаем питание. Не забываем, да, забыть подключить питание, это в моем духе. Подключаем к нему кабель, который идет от нашего провайдера в OnePort. И кабель, который идет к моему ноутбуку в OnePort. Так, что мы видим? О, сразу все светодиоды загорелись. Это означает, что у нас есть интернет. Это, видимо, что подключен компьютер, чтобы это не значило... Тут же три порта. Светодиод загорается, видимо, когда я включаю кабель в любой из них. Да, он показывает, что интернет заработал сразу. Что неудивительно, потому что у нас простое подключение с автоматическим получением адреса без каких-либо логинов и паролей. Что ж, зайдем теперь в админку роутера. Адрес, логин и пароль написаны на задней крышке. Так, соединяем на два, сто шестьдесят восемь, десять, один. Вбиваем это в браузер. Предлагает нам сразу же придумать пароль какую-нибудь. Тот, кто мне тут уже предлагается, пускай будет это. И тут нас встречает достаточно простой мастер настройки. Да, интернет и так уже работает. Потому что на большинстве провайдеров современных сейчас ничего больше настраивать не надо. Но лучше этот мастер все равно пройти. Так, на первом шаге нас спрашивают, а в каком режиме, собственно, будет работать роутер. Тут можно выбрать как просто роутер, что нам и нужно, так и отдельно, точка доступа, репитер, чтобы расширить покрытие Wi-Fi, режим, когда наоборот, роутер у нас подключается к Wi-Fi-точке, и клиент, чтобы это не значило. Выбираем первый пункт, то есть ничего не трогаем. Дальше нам предлагают выбрать часовой пояс. Ну, в моем случае он определился автоматически по моему IP-адресу. Если что, выбираем. Нажимаем дальше. Тут надо выбрать, какой у нас метод подключения к интернету. Как я уже сказал, у меня автоматический, все сразу заработало, вот тут даже написано, что этот режим определился. Нажимаем далее. Тут нам предлагают настроить Wi-Fi. Можно ничего не трогать. Имя точки доступа и пароль тоже написаны на задней крышке роутера, и их можно не менять. Но если вам хочется, например, переименовать точку доступа во что-то другое, это можно сделать здесь. Нажимаем дальше. Тут все подтверждаем. И сохраняем. Все. Ну, то есть в большинстве случаев можно просто ничего не трогать. Подождем немножко. А дальше у нас открывается весьма прикольная админка с кучей настроек. Да, многих пользователей это пугает, но если вы в этом не шарите, сюда можно и не лезть. И вообще, это вот как раз очень правильный подход к опроектированию программного обеспечения. Что мы не кидаем пользователя сразу в какие-то сложные настройки, а постепенно показываем ему сначала самые необходимые, которые ему прям обязательно надо настроить. Вот вроде метода подключения к интернету. И то автоматически тампоин настройка определяется. И уже потом для продвинутых пользователей даем возможность донастроить какие-то тонкости под себя. А особенно продвинутые пользователи могут еще и кастомную прошивку поставить. Но об этом чуть позже. На вкладке статус можно увидеть состояние различных модулей. Вот обратите внимание, здесь можно сразу настроить VPN. Это весьма приятный бонус. И тут поддерживаются самые разные протоколы. И что особенно приятно видеть, OpenVPN и WireGuard. Причем не только в режиме клиента, но и в режиме сервера. Это здорово. Можно, например, настроить, чтобы с мобильного телефона можно было подключаться домой и иметь доступ к своим домашним компьютерам и оборудованию, как будто находишься в домашней сети. Ну, это тот случай, когда используешь VPN по прямому значению. Ну, вы можете использовать и по непрямому, конечно же. Вот, кстати, тут есть расширенные настройки. О, да. И тут отличный функционал. Есть все, что должно быть у простого бытового роутера. Можно пробрасывать порты. Можно настроить динамический DNS. Кто этим сейчас пользуется, не знаю. Это было полезно во времена, когда я сидел на Dialype, помню. Когда IP-адрес постоянно менялся, но был белым. Неужели сейчас может пригодиться кому-то? Тут есть даже инструмент, чтобы включать компьютер по сети. Куча всяких фильтров, настроек безопасности. Что отдельно радует, здесь есть раздел диагностики, где есть различные инструменты, с помощью которых можно определить, на каком именно этапе, в каком именно месте сети возникает какая-либо проблема. Можно попинковать, построить трассу, сделать лукап доменных имен. И даже можно посмотреть и логи. Здесь прям даже не скрывается, что внутри Linux. Ну, давайте же пойдем по максимально продвинутому пути и установим прошивку OpenVRT. Банально пишем в гугле OpenVRT и модель роутера. Так, видим статью на wiki.openvrt. Тут есть подробная информация по роутеру и инструкция по установке OpenVRT со всеми нужными ссылками. И первая ссылка внезапно ведет на сайт производителя роутера. Да-да, производитель сам официально поддерживает установку OpenVRT. И это очень круто, потому что не нужно делать никаких танцев с бубном. Прямо у них на сайте выложена прошивка, которая позволяет снять проверку цифровой подписи. Качаем ее, распаковываем. Внезапно внутри архива находится еще один архив. Идем в админку роутера, в основные настройки, прошивка. И через обычный интерфейс самого роутера устанавливаем этот файл. Начнем. Да, тут надо подождать некоторое время. И отдельно скажу. Я уже сталкивался с тем, что прошив неправильный файл какой-либо, я убивал роутер. Но нет, на самом деле убить его не получится при всем желании, наверное. Потому что здесь есть bootloader. Я вам уже рассказывал в своих видосах, что такое bootloader. Это маленькая прошивочка, которая грузится перед основной. И там зашит код, который позволяет в случае каких-то проблем прошить правильную прошивку. Даже если у вас она полностью накрылась. Если что, вот тут даже на сайте KUDI есть подробная инструкция, как это сделать. Все достаточно просто. Так что не бойтесь экспериментировать. Да, процесс не самый быстрый. О, прошивка обновилась и роутер ушел на перезагрузку. И с перезагрузки он, конечно же, не вернулся. Нет, так оно и должно быть на самом деле. Потому что у прошивки OpenVRT другой адрес, по которому мы должны заходить в админку. Вбиваем Stonius2.168.1.1 и попадаем в OpenVRT. Пароль у нас здесь пока никакой не стоит. Но давайте сначала обновим прошивку. Потому что то, что выложено на сайте производителя роутера, оно, судя по всему, не самое свежее. Идем снова на страничку по этому роутеру в wiki OpenVRT. И качаем апгрейд прошивки. А в админке OpenVRT выбираем образ. И нажимаем загрузить. Если никаких красных надписей здесь не появилось, значит все верно. Продолжить. И опять ждем. Готово. Итак, что же нам дает OpenVRT? Да, мы можем более наглядно следить за состоянием роутера. Можем более тонко его настраивать. Хотя, честно говоря, родная прошивка куди, по-моему, и так позволяет настраивать все, что надо рядовому пользователю. Так что это скорее для геков больше. Но тут есть одно важное преимущество. Здесь можно устанавливать программы. И прям тут можно посмотреть репозиторий программ и установить эти программы буквально в пару кликов. По сути мы получаем обычный компьютер на базе Linux со всеми его преимуществами. Жалко только, что объем диска весьма маленький. Там свободно всего 6 мегабайт. Но для базовых сетевых задач этого должно хватить. В конце концов там вся система 10 мегабайт весит. С OpenVRT уже можно развернуться и настроить все так, чтобы не было актуальных на сегодняшний день проблем с интернетом. Если вы понимаете, о чем я. Но про это давайте уже отдельно. Ставьте лайк, если хотите, видео на эту тему на примере вот такого вот роутера. И про мои собственные разработки в этом плане. Я в последнее время как раз весьма активно этим занимаюсь. Над новым долгожданным выпуском GeekDaysLog я тоже работаю. Вот почти оборудовал себе новое рабочее место. Тут надо переключиться на шик. Вот почти оборудовал себе новое рабочее место. При этом я периодически рассказываю в шортсах о том, как идет этот процесс. Так что заходите, тоже посмотрите их. А то многие даже не в курсе, что я их снимаю. Пытаюсь ими иногда разбавить пустоту на канале. Но по ходу дела шортсы и основные видео смотрят совершенно разные категории людей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все это. И на мой телеграм-канал тоже подписывайтесь. Я там достаточно часто рассказываю о том, чем я занимаюсь, пока у меня нет видосов. Просто о своей жизни, не обязательно о каких-то гиковских вещах. А еще там можно пообщаться с очень приятными людьми. Ну или с троллями иногда. Такое тоже бывает. Но с ними весело. Ну а на этом, пожалуй, все. Хотя нет, не все. На гитхаб еще подписывайтесь. Вот. Там точно можно прям наблюдать, чем я занимаюсь. Ну, по крайней мере, над моими открытыми проектами. А теперь точно все. С вами был Кластер. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok